В Швеции прошел первый в истории кинопоказ в гробах. Кинокритиков и гостей запирали в специально оборудованных саркофагах на пару часов для просмотра шведской фантастики Аняра. Показ начался со слов «Лежать в гробу будет безопасно, не надо ни о чем переживать, нужно прямо сейчас обратить внимание на мир вокруг, ведь он так прекрасен, а мы обычно не замечаем его каждодневной красоты». Все участники эксперимента остались в полном восторге. Лежать в гробу понравилось всем, никто не сбежал, а некоторые чуть не уснули. Значит, было достаточно уютно. Французский фридайвер Гиом Нерри снял короткометражку про подводный мир вокруг света на одном дыхании и получилось не хуже, чем у Би-Би-Си. В кадрах, помимо подводных красот, сам Нерри – чемпион мира, многократный рекордсмен по экстремальным погружениям. С камерой в руках его супруга, чемпионка Франции Жюли Готье. Весь фильм она сняла, применяя, как и герой ролика, технику апноэ – задержки дыхания. Отсюда и название проекта – выглядит и звучит крайне впечатляюще. В Сибири набирает популярность флешмоб «Дубак Челлендж». Идея простая – участники разбрызгивают кипяток на морозе и делают фотографии или видео. Результаты впечатляют. Студент Уральского государственного архитектурного университета пришел на пару в костюме кота, потому что преподавательница очень любит кошек. Ролик был снят еще летом 2018 года, но стал популярным только в феврале 2019. Реакцию преподавательницу сняли на видео. Она очень обрадовалась и пообещала студенту пожизненную сдачу зачетов по предмету. Фридайвер Петр Капноу из Чехии проплыл подо льдом озера Миланда. Петр преодолел расстояние более 10 метров между двумя специально сделанными прорубями. При этом дайвер погружался без специального костюма в одних плавках. Видео получилось особенно зрелищным благодаря абсолютно прозрачному льду озера. Напоминаем, вы также можете стать автором рубрики. У вас есть фото и видеоматериалы, которыми вы хотите поделиться или хотите, чтобы об этом говорили, присылайте их нам на WhatsApp. Самое интересное вы увидите в эфире восьмого канала. Дмитрий Беломеснов, Новости на восьмом.